Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Я торгую в торговой платформе MetaTrader. Если вы хотите получать четкие сигналы на прибыльные сделки, обязательно подписывайтесь на канал и смотрите мои сигналы. Сейчас я покажу на графике разворотные точки, как заработать на евро, на долларе, на британском фунте, на золоте. Кстати, спрос россиян на золото в этом году увеличился в 10 раз, поэтому обязательно посмотрим, что там с золотом. Ну и есть очень важные новости, которые будут на этой неделе в экономическом календаре, на которых тоже мы обязательно заработаем. Итак, евро у нас вроде бы как растет, но тренд его замедляется и я ожидаю, что в перспективе, в ближайшем он все-таки пойдет вниз. Если евро пойдет вниз, то я ожидаю первую коррекцию от уровня поддержки здесь в районе цены 1.0337. Дальше, если цена пробьет еще ниже, то в районе цены 1.0095 может быть также покупать, зарабатывать на росте. И если еще ниже пойдет здесь, его ждет линия поддержки. Это была зеркальная линия поддержки, синяя, красная это зеркальная, это просто линия поддержки. В районе цены 0.9911 может быть покупать и зарабатывать на росте. Кстати, если вы уверены в том, что тренд будет в ближайшее время нисходящий, то можете использовать, например, моего торгового робота, можете запустить его в режиме на продажу, он будет идти вниз и собирать прибыль. Если вам интересно получить робота бесплатно, обязательно напишите мне, ссылка на мой канал в описании, я отвечу вам, как его получить. Британский фунт растет, но если мы приглядимся, то мы увидим, что он четко отбивается от уровней Fibonacci. И последний уровень, с которым он отбился, это уровень 50. Смотрите, как четко он отбился, вообще все сигналы, которые на прошлой неделе давал, все отработали в плюс. И теперь я ожидаю, что если цена пойдет дальше, то следующий уровень самый сильный, 61,8, от него тоже высокая вероятность того, что фунт отобьется. Поэтому здесь ставим ордера на продажу и зарабатываем на падение. Доллар канадец движется вот в таком вот размашистой такой коррекции медленной и здесь также есть сетка Fibonacci, ожидая, что если он движется еще дальше, то в районе цены вот уровня Fibonacci 50 и 61,8, также он откорректируется наверх. Смотрите, от уровня 38 он просто идеально отбился. Поэтому это хорошо, это значит, что от остальных уровней тоже он может отбиваться. Швейцарский франк японской иене сейчас движется вниз, однако при коррекции наверх он отбился от зеркальной линии сопротивления один раз вот здесь вот. И если он опять вернется обратно, то я опять ожидаю, что он отобьется от этой линии. И здесь можно будет продать и заработать на падение. Если в более дальней перспективе он пойдет еще выше, то вот здесь вот в районе сопротивления и в районе цены 147,979 можно будет продавать и зарабатывать на падение. Да, кстати, по канадцу будет новость важная, досмотрите видео до конца, обязательно обсудим, как на ней заработать. Австралийский доллар также вот как евро похож застопорился здесь наверху. Мне кажется, что он пойдет все-таки в коррекцию. Если он это сделает, то во-первых, есть вот такая вот глобальная линия, зеркальная линия поддержки от нее. Он скорее всего отобьется в районе цены 0,6542. Отсюда можно ставить ордера на покупку и зарабатывать на росте. Либо вот наш один, посмотрим, ближайшая линия поддержки, от нее он тоже может отбиться. Это в районе цены 0,6696. Здесь также можно ставить ордера на покупку и зарабатывать на росте. Уровень очень хороший, поэтому присмотритесь к нему. Ну и также у меня несколько еще валют и в частности золота. Полный обзор смотрите на моем канале, ссылочка в описании. Ну а сейчас давайте посмотрим новости, на которых можно заработать. Итак, в понедельник достаточно спокойно, а вот во вторник у нас решение по процентной ставке австралийского центробанка. Значит, австралийский доллар может укрепиться. Смотрите, повышение процентной ставки. Поэтому обратите внимание, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я там стараюсь оповещать о важных новостях, что вы могли вместе со мной заработать. Если смотрим дальше, в среду у нас есть новость ВВП по Австралии, а также решение по процентной ставке канадского доллара. Как на этом заработать? Здесь также ожидается повышение процентной ставки. Это значит, канадский доллар может укрепиться, если повышение состоится. Но имейте в виду, что здесь пара доллар-канадец, а значит, доллар-канадец эта пара, скорее всего, тогда может опуститься. Кто торгует нефтью, обязательно обратите внимание на новость по запасам сырой нефти в США. Здесь значительное изменение. Ну и в четверг новость по Японии, это ВВП. Хотя изменений не планируется, но тем не менее, новость может спровоцировать волатильность. Вот такие новости на эту неделю. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.